Ииии, снова здравствуйте мои дорогие друзья, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, с вами вновь вернёмся в тап-тап компьютера, продолжим дальше эволюционировать. И, ребята, я опять же вне серии подготовился, и теперь у меня есть, смотрите, какие интересные штуки. Нас появился с вами питомчик, это вот такие роботы маленькие, которые также вместе с нами периодически настреливают и вместе атакуют. А плюс прошёл я хакерство, поэтому заработал довольно дофига, сказал бы я, даймондов, которые мы сегодня с вами реализуем. Наконец повесил Кирку, так как я прошлый раз не обратил внимания, оказывается, что я её не повесил. И сегодня мы с вами ещё прокачаем Призрака. Если, ребята, вам интересно смотреть это дальше, вы хотите только больше и больше серии увидеть самые максимальные эволюции, то поддержите Лойса, мы обязательно поиграем с вами ещё и дадём ещё и да ещё и ещё и более крутых степеней эволюции в этой игрушке. Так, ну что, 100% улучшаем его, и теперь у нас будет Призрак второго уровня, это медвепризрак какой-то. Атака с общим уроном Х2 урона, теперь у нас есть шанс атаковать два раза. А это фигурки вроде как будут атаковать, как я понял, но, блин, дальше прокачка будет очень тяжёлая для нас. Но ничего, со временем прокачаемся, а то теперь смотрите, какой медведь у нас есть. А, и также сейчас с вами зайдём прокачивать фигурочки, потому что у нас есть денежек довольно прилично. А, плюс прокачал корпус, скоро времени у нас будет уже вот такой вот куркетский чёрный корпус. А, плюс потратим сейчас даймоды на какой-нибудь апгрейд. Правда, не знаю, что стоит взять на этот раз. Общий урон фигур увеличен на 20%. На самом деле, мне эта штука очень даже импонирует. А, по идее, вот эта штука стоит уже целый косарь. Но 20% прибавить урона к нашим фигуркам, по-моему, это весьма неплохо. Поэтому давайте-ка возьмём вот эту вот, вот эту вот тему. На этот раз я её заблокирую всё же нормально. Так, следующее у нас идёт процент падения кристаллов увеличен на 60%. Не, это я пока не хочу. Хочу больше урона, поэтому буду брать что-нибудь на такую. Скорость призывок... Ммм, ну вот это тоже неплохо, потому что может неплохие деньги поднять, но не знаю. Сейчас посмотрим, что мы ещё можем. Дроп монеты кошки, неинтересно. Так, это у нас блоки дроп из голема, неинтересно. Так, видеокарта, критический урон. У нас достаточно редко бывает, но по идее тоже неплохо. Так, это у нас уже есть, не хочу прокачивать. Так, это тоже у нас уже есть. Так, остаётся, получается. Ну, давайте-то прокачаем, наверное, с вами критический урон. Довольно неплохая вещь, по сути, поэтому её, думаю, и возьмём с вами. И также у нас уже ускоритель перезарядился. Замечательно, но сначала мы прокачаем с вами фигурки, потому что у меня целая тонна баблища. Поэтому сейчас до сотого доберём. Так, урон-то фигурки увеличен на косарь. Ну, а сейчас начну с самых простых. Их буду прокачивать до сотого, потому что с каждой будет даваться какая-нибудь крутая штука. Так, сотый здесь уже есть. Что-то я переборщил, даже с прокачкой немного. Так, сотый здесь тоже есть. Здесь на этого, наверное, уже не хватит, да? Так, нет, смотрите-ка, хватило. Так, и этого докачаем. Так, да, с вами до 50-го получилось докачать. До сотого получится. Нет, до сотого тоже получилось. Так, окей. Самолёт, наверное, не хватит всё же мне прокачать. Но зато можно купить боевой вертолёт и также его апнуть. И теперь у нас урон с вами получается... 7 от фигурок и 639 от себя самих. Получается, за клик мы тоже довольно больно будем бить. Так, ну, слушайте, офигенно, по-моему. И сколько же я за клик бью? Ну, бью довольно неплохо, по сути. Потому что очень быстро уже раскладываю этого противника. Хотя, по идее, сам себя я ещё и не прокачал. Хотя, саму себя надо бы достаточно и сильненько поднять. Так, ну ладно, сейчас получается я побыстрее буду щёлкать, чтобы с вами подальше пробраться. Плюс посмотреть, интересно, сколько, интересно, сейчас призрак вышибает, когда бьёт. По идее, он бьёт очень больно. Так, а это вот, это криты начали вылетать, походу. Потому что иногда я просто ваншотываю противника в какой-то неожиданный момент. Ну, мне нравится, мне нравится. Так, походу, это призрак иногда лупит и наносит такой жёсткий урон, да? Так, ну-ка, да, слушайте, это призрак так больно бьёт. Прямо аж вышибает на полную программу. Ну, мне нравится, мне нравится наш призрак. Блин, скорее бы 50-й левел, чтобы уже взять себе, наконец-то, новый корпус. Очень хочу его себе взять. Было бы просто замечательно. Ну, я думаю, что нужно дождаться, когда у нас способности перезарядятся. Или хотя бы денежек подкопим сейчас. И будет просто великолепно тогда, потому что мы сможем с вами... Давайте лучше, короче, просто прокачая корпус, будет просто идеально, думаю. Это то, чего мне кажется, сейчас не хватает. Кроме того, что у меня способности перезарядить бы надо бы. Так, а, слушайте, 60 даймондов, да давайте перезарядим тогда. Так, вот у нас появилась сейчас смертельная атака, новый скилл. Сейчас я вам его покажу, умение. А это у нас, получается, скорость атаки увеличивается. И при этом, как я понимаю, скорость атаки увеличивается конкретно от фигурок, наверное, имеется в виду. Потому что, ох ты, смотрите, какой боевой самолет. А следующий, а что будет у нас? Вот это еще. Так, а на этого 54 цешки надо, поэтому довольно дорого. Но, слушайте, можно подкопить. Сейчас как раз-таки... Сейчас все способности активируем. Придется просто на полную, на полную, на полную щелкать. Так, где мы курсори? А курсор потерял? А, вот, все вижу. Так, добавим просто. По идее он, конечно, и сам будет неплохо пинать. Но, лучше уж, конечно, самому дощелкать. Так и больше денег будет, так и больше противников пройдем. И, кстати, мы уже сейчас минуем 50-й уровень. И, значит, у нас откроется новый корпус. Ну, жалко, пока урон довольно слабый. Блин, котейка летит, котейка летит, котейка летит. Вопрос только, что в нем? Если в нем даймонды, то... Так, ладно, я пропущу на этот раз котейку. Я знаю, что это плохо, но я хочу на максим... А, он вернулся обратно, окей. Так, эээ... Так, что в тебе будет? Что в тебе будет? В тебе будет... А, алмазы? Не, неинтересно. Он дает очень мало алмазов. И просто нет смысла вообще... Там даст мне 10 алмазов. Ну и что мне с этими 10 алмазами делать? Не, как бы копейки... Как копейка рубль бережет, да? А... Ну, не знаю. Не стоит, думаю. А вот так, кстати говоря, я сейчас налажать могу. Если не успею его добить. Все добили, отлично. А, и новый корпус у нас. Так, кастомайзинг. Так, вот он, анлочен. Финальный урон увеличен на 2%. И смотрите, как круто теперь выглядит. Теперь уже молния им на кулачках. А, так, блокировку нажимаем. Блин, мне эта блокировка раздражает. О, смотрите, а вот здесь муму-корпус какой-то будет. У нас офигеть. Ну, какой самый-самый-самый-самый-самый жесткий. Офигеть! Вот это корпус 500 уровень! Ну, этот определенно лучше. Мне кажется, что это самый лучший корпус. Жесть, конечно. Ну, конечно, тут и такие есть, но... По-моему, офигенный самый вот этот. Ну, это до 500-го докачаться. Ну, мы с вами докачаться до туда можем. Я, конечно, каждую серию буду стараться как можно дальше проходить. Так, и этот уже дэшик стоит. Ну, сколько у нас урон получается? Заклик у нас не такой уж большой. Зато автоатака достаточно неплохо пинает противников, что мне также очень нравится. Так, квест какой-то выполнили. Так, а, общий ДПС фигур мы разогнали. И почти победили тысячу големов. Совсем немного осталось. Так, а следующий корпус, наверное, на 70-м у нас будет открываться. Ну, так было бы логично, если он откроется на 70-м. Там, кстати, давайте в магазин зайду. Там, по-моему, я могу взять, знаете, что? 30 дэшик за 100 даймондов. Давайте возьмем. Да, я уверен, в покупке. Хочу взять себе еще фигурок, чтобы быстрее разваливать противников. Так, а здесь 164 дэшки стоит. Офигеть. Очень-очень-очень дорого. Ну, что поделать? Так, давайте кого будем докачивать. Вот этого пара уровней осталось буквально. Вот его докачиваем до сотого. Ну-ка, у первой пушки что будет за левел? Урон этой фигурки увеличен, так, на 1000%. Ну, по сути, весьма солидно-то. Поэтому давайте прибавим 100 левелов. И теперь у него урон 70 дэшек. Ой, бэшек получается, да? Потом общий урон увеличен до 400-го. Ну, тут очень дорого, наверное, уже прокачка будет стоить. Давайте лучше вот этому сотку поднимем. Этому сотку поднимем. Этому только, наверное, 50 получится поднять. Потому что остальное будет очень дорого. Хотя, фиг его знает. Давайте попробую. Так, и 5 уровней. Хватит, не хватит? Ох ты, отлично. Критический урон увеличен на 5%. Блин, фигурки прокачивать самая крутая тема на самом деле. Так, здесь сотых добавим. И здесь у нас дроп монет окошки увеличена. И клик урон увеличился на 400-ом. До 400-ого капец как далеко. Так, здесь снова критический урон увеличивается. Здесь у нас что увеличится? Здесь клик урон увеличивается. Так, здесь у меня, наверное, не хватит денег на такую богатую прокачку. Но, в любом случае, я прокачал ничего пока что. Ладно, так, клик у меня сейчас жесткий должен быть, по идее. Смотрите, какая полка крутая у нас. Просто целая тонна различных самолетиков появилась теперь там. Выглядит очень-очень даже приятненько. Так, мне мои глаза это радует. Так, у котейки есть что-нибудь? Да, 5 алмазов. Мне неинтересные алмазы. С них реально практически ничего не идет. Блин, господи. Насколько же мало урона у меня теперь, чтобы противников быстренько сшибать. А, не получается теперь так быстро. Нужно будет прям реально к следующей серии уже, наверное, подготовиться более серьезно. Более глобально. Но, все зависит, конечно, от вашей поддержки. Если вам будет интересно, то следующую серию сделаю максимально, постараясь прокачаться за короткое время, скажем так. Хотя, можно будет питомца взять более высокого класса, попытаться, конечно. Или же на хакерство понадеяться. Там за хакерство нам тоже довольно интересные штуки дадутся. Не говоря, у меня за хакерство. По-моему, мне пазл дали. Ну-ка, где он хакерство? Пазл. Открыть доску пазла. Я не знаю, какой пазл, правда, дали. Так, вроде бы у меня были, нет? Или мне показалось? А, нет, у нас откроется только следующее. Вот через 7 часов у нас откроется 2 кусочка пазла. И, возможно, вот это что-нибудь. Нет? Нет, ничего. Или мне действительно... Мне, видимо, все же показалось, что пазл мне дали. Так, ну что, денег дают неплохо. Можно еще что-нибудь прокачать, конечно. Дэшики, дэшики, дэшики. И даже не знаю, что... Что бы еще загрейдить до такого? Тут совсем немножко осталось, по идее, до прокачки этого танка, конечно. Но, блин, вы сами понимаете, что это будет очень дорого, как-никак. Так, боевой вертолет прокачали. Вообще урон фигур увеличен. Неплохо. Так, вот это стоит довольно дорого. Но до 50-го, в принципе, можно докачаться, да, с вами? Так, боевой самолет. Ладно, пока что еще фармим получается. И у нас уже снова цэшки. Ну, тут дают очень много денег. Блин, жалко, вот не появляется котейка. Котейка его появилась, и мы получили с вами солидную сумму. Но пока что не получается, к сожалению. Не везет нам на котейку. Но, смотрите-ка, наша автоатака нашими фигурками уже реально видно, что сносит очень много. Мне не приходится так дофига щелкать, по крайней мере. Плюс критические атаки спасают меня достаточно сильно. Я всего лишь 9 сношу за клик, а фигурки 214 в секунду. Ну, видно, у кого больше урон. Конечно, если там криты вылетают, которые мы еще с вами вбустанули, да там вообще безумные циферки. По идее. Так, что прокачать, что прокачать. Так, боевой самолет. Вот это 58. Это вообще дофигища стоит. С ума сойти, как дорого. Так, что у нас тут самое дешевое? Например, что я могу прогрейдить? Кстати, вот этот танк вообще безумно дешевый, по идее. Но, опять же, до 400 качать весьма долго. Так, до 400... Если это до 400, общий урон на 25%. Так, ну ладно. А здесь я могу только до 300 пока докачать. Но если до 400 прокачаю, буст будет очень даже неплох. Но стоит уже видно, что очень дорого становится все это добро. Поэтому... Ну, такое. Я до этого еще не так быстро дойду. Ну ладно, просто пока что добавили урона. Денежку надо будет еще фармить. Фармить и фармить и фармить. Но, ребята, на этом я закончу эту серию. Следующая серия будет для вас уже с очень большим прогрессом, я думаю. Ну и сегодня я вам показал новые штуки. Показал питомцев. Полку мы с вами заполнили. Купили еще аксессуар. Наконец, кирку повесил. А корпус у нас обновился. Поэтому мы очень много успели за короткое время. Плюс у нас новый призрак. Это вот благодаря тому, что к серии подготавливаюсь заранее. А в следующей серии постараюсь прям очень далеко уйти. Прям, чтобы вообще офигеть, как жестко было. Кстати, котейка с монетами. Неужели с монетами котейка? Но посмотрю, это уже в ней серии. 12 дэшек дадут, кстати говоря. Мне неплохо. В общем, ребята, если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. И вы увидите в скором времени новую серию. Чем больше ваша поддержка, тем серия быстрее выходит. А глядишься, будет вообще какая-то безумная поддержка. Я могу и всякие сюрпризы вам устраивать. Но это уже потом. На этом все. Скоро с вами снова увидимся. Всем удачи. Всем пока. Заходите на мой второй канал. Также ссылка в описании. Или здесь на экране будет. Скоро с вами снова увидимся. Пока.